Дорогие друзья, я хочу вам показать амфору, греческую амфору 7 века до нашей эры, которая поступила в музей-заповедник из коллекции замечательного нижегородского фотографа Карелина. Он эту амфору использовал для интерьера в своей мастерской. Ну, вы знаете, у него есть такая серия среди предметов старины. Амфора – это греческий сосуд с таким острым дном, который служил как для хранения различных сыпучих и льющихся продуктов вино, оливковое масло, зерно, так и для перевозки на кораблях. И, между прочим, иногда мерой загрузки греческих кораблей считалась амфора. То есть в такой-то корабль входит столько-то амфор, в такой-то столько-то. Дорогие друзья, я рад представить вашему вниманию интересный экспонат, который хранится в фонде металла нашего музея. Это настольные украшения, принадлежавшие выдающемуся нашему земляку, летчику Петру Николаевичу Нестеру. Украшение это настольное представляет собой скульптурную композицию из семи слонов на прямоугольном основании. Выполнена композиция из оловянно-цинкового сплава. На обороте основания процарапана дарственная надпись летчику Нестеру, которая гласит «Пусть эти слоники станут вашими верными союзниками в осуществлении вашей мечты – мертвой петли». И датировка 27 июня. Как известно, Петр Николаевич Нестеров долго вынашивал идею осуществления мертвой петли. И осуществил он ее 27 августа 1913 года. Я хочу показать вам предмет, который называется кацея. Ну, это такая, я бы сказал, народная курильница. Кацея изготавливалась из глины, обжигалась в горле, как в принципе любой керамический сосуд, но назначение было другое. Сюда закладывались угли, на угли клали либо ароматическое вещество, либо смолу и окуривали помещение. Между прочим, в особом распространении кацеи были у старообрядцев в их молельнях. Но всегда нету народного предмета без практического применения. Мы знаем, что дым – это был очень хороший антисептик. И вот как раз окуривание помещений происходило и в религиозных целях, и, конечно, в практических. В моих руках предмет из фонда дерева нашего музея. Это трость бургомистра одного из городов австро-венгерской провинции Галиция. Каким же образом он оказался в нашем музее? Это трофей периода Первой мировой войны. И поступил он к нам из бывшего нижегородского графа Рокчеева кадетского корпуса. В нем проходила выставка военных трофеев, захваченных русской армией в 1914-1915 годах. Трость деревянная с набалдашником и наконечником. На набалдашнике изображен герб австро-венгерской империи. Дорогие друзья, сегодня я хочу представить вашему вниманию модель 76-мм дивизионной пушки ЗС-3 образца 1942 года. Модель эта была подарена Михаилу Ивановичу Родионову, который возглавлял Горьковский комитет обороны в период Великой Отечественной войны. Данные артиллерийские орудия выпускались в городе Горьком на заводе номер 92. Пушка эта являлась уникальной по многим параметрам, но, во-первых, следует отметить, что это было самое массовое орудие в мировой истории. Всего было выпущено 48 тысяч единиц подобных пушек. Ну и второй момент, тоже очень важный в условиях войны. Это было первое в мире орудие, которое было поставлено на конвейер, то есть приспособлено для его массовой сборки и поставки войска. Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры на территорию современной Нижегородской области, с территории Сибири, пришли племена металлургов, которые носят в археологической литературе название семенско-турбинской культуры. Действительно, эти были племена с очень развитой металлургией, которые очень хорошо владели техникой так называемого тонкостенного литья. И вот в этой технике они изготавливали много предметов, но два предмета хочу вам сегодня показать. Это втульчатый наконечник копья и так называемый топор кельт, для которого топорище изготавливалось в форме буквы Г и вставлялось в это отверстие.